Со мной справа Титан, который только что отыграл первый матч своей в группе. Расскажи вообще, за сколько дней ты приехал, как подготовлен был и потом про матч. Приехал куда за сколько дней в Киев? Всем привет! Куда приехал? Сюда? Да. Два дня назад приехал, привыкал к здешним условиям, полностью привык, все хорошо, готов. Надо камбэк сейчас делать после проигрыша в игре. Про игры давай подробнее немножко. Ты когда до того, как начал играть с ним, ты был уверен в том, что ты выиграешь? Как тебе вообще группа? У тебя самая жестокая вроде как? Ну, я просто не думаю об уверенности, я просто уверен в своей игре. Если я все сделаю нормально, я думаю, я пройду. Давай теперь по каждой игре, что вы играли. Вот вы сыграли три игры, прям начиная с первой, вторая, третья. Первую игру он пошел в Дарков, свою любимую эстрату, мне кажется. Ну, у меня легко законтрить его получилось, я пошел в Блинк с сервером. Потом там он отступил, я поставил базу, он сделал пуш с ножками, архонами. Но я намасил кучу сталкеров, чуть-чуть зилотов, и как-то легко отбился. Вторая игра была Шакурас. Я пошел в 12-й гейт, в принципе, пытался, ну, хотел с первыми тремя сталкерами подхарасить его. В принципе, получилось, я убил ему роботикс, но взамен потерял своих сталкеров, обменяв на робо, сталкера и пару рабочих, а то, что рабочие не добывали. Он вотнул базу, я пошел Блинк от сервера, ну, и начал кувыркаться по его базе, заблинкнулся, убивать рабочих, отступать, сам поставил базу. Ну, все хорошо идет, ну, вот, вообще все хорошо идет, но я почему-то начал дальше лезть, врываться, сливаться, и в итоге слился, как бомж, которому не имется, и он был за это наказан. А почему ты трясешься сейчас? Ты чем-то болеешь? Не, я так думаю лучше. Так, в общем, последняя игра, расскажи про нее. А, кстати, тут новость, слышал? Ну, стрелок, стрелок выиграл на Ниву, и на Нива собрал рюкзак, сказал, что он обиженный, ну, как бы нельзя проигрывать стрелку, и собрался, ушел. Пока еще неизвестно, будет ли он продолжать свое участие, потому что, ну, все-таки турнир-то от высокого уровня, возможно, ему там организаторы главные скажут, что, там, дружище, нужно доиграть это, иначе мы тебя не будем приглашать на такие турниры, я не знаю, он, по-моему, даже, он инвайт получил, он не проходил дело отбора, насколько я знаю. Вот, но, если он не вернется, его результат со стрелком внулят, соответственно, в группе останешься ты, Ра и стрелок, и для того, чтобы выйти, тебе по-хорошему нужно убить стрелка, и дальше уже там, возможно, будут либо переигровки, если Вайт Ра убьет стрелка, нет, наоборот, если стрелок убьет Вайт Ру, ну, и так далее. Во-первых, давай по третьей игре, что было в третьей, а потом уже дальше про события в группе. В третьей игре, Талдорим, я делаю три гейта, а я обычно, когда свой тур играл, всегда четыре гейта делал, в этот раз решил его обмануть, и там я вышел посмотреть, как дела возле моей базы, их минус два сталкера получил, в панике побежал домой, и вообще вся игра криво пошла, филды криво кинул, и в итоге, ну, по-заслуженному, плюс Ра хорошо сыграл. Ясно. Дальнейший игрок. Стрелку готов. Всем известно, что стрелок такой противник, который может не очень хорошо реагировать на спонтанные какие-то действия, ну, то есть, и вот что-то придумать на ходу, но он очень хорошо готовится именно к сопернику. Ты с ним был на буткемпе, вы с ним тренились, так что он мог хорошо подготовиться, то есть именно под тебя, найти какие-то дырки в твоей игре и так далее. Ты вот что-то думаешь? Я думаю, ты абсолютно прав, он очень хорошо готовился, и, может, что-нибудь в чистку придумал, и поэтому надо, как бы, ни на секунду не расслабляться от возможных действий, и ко всему быть готовым, и быстро среагировать. Ну, ладно, тогда, наверное, пожелаем удачи. Если будет переигровки, ты останешься против трюка, не боишься, что он взяли на выходе? Нет. Если... Аспирант тут спрашивает, если, типа, вы втроем останетесь и будут переигровки, не боится ли он, если они будут пытаться не выпустить русского и, там, вдвоем выйти, но я думаю, там, как бы, они просто потеряют кого-то из них, так что Титан у нас сильный парень, да? Ну, ладно, пожелаем тебе, наверное, удачи. Руку, чтобы было видно в камеру. Все, друг, давай. Все, что было. Завязывай.